Сегодня день рождения Константина Аркадьевича Райкина. Я категорически не согласен с его оценками реалии ремесла. Мы говорили с ним про профессию многократно. Не говоря уже о геополитических встановках. Здесь мы не союзники ни разу. Но собеседник он интересный. Всегда. Яркий персонаж. Да, я с ним во многом не согласен. Почти ни с чем я не согласен. Но всегда слушаю с удовольствием и с вами поделюсь. И такой вопрос. Значит, актеры могут стать мастерами, получить образование в вашем вузе бесплатно? Да. А еще будет три факультета? Еще будут менеджеры, еще будут осветить художники по свету и звукорежиссеры. Всего, значит, четыре факультета. Почему только один бесплатный, а три остальные платные? Потому что артистов надо учить, в общем, по возможности, с молодых лет. И, как показывает практика, все-таки большинство абитуриентов талантливых приходят из, ну, как сказать, малоимущих и, так сказать, низкооплачиваемых слоев. И, так сказать, ну, так у нас в стране пока что, так сказать, большее число кадров все-таки дает какие-то слои населения, которые, так сказать, не очень способны. Не платежеспособны по части именно оплаты. Что, что? Что-то мне странно. Не спорьте со мной. Нет, может быть, люди обеспеченные, из обеспеченных семей просто, может быть, дети просто не идут в актеры, может быть, поэтому, потому что как это может зависеть... В актеры идут из всех слоев и хотят артистами быть почти все, почти все. И даже высокое начальство, и даже люди, так сказать, патологически богатые все равно хотят еще и быть артистами. Об этом мечтают все, об актерской славе, об, так сказать, об автографах, о рукоплесканиях, о съемках в клипах, о красной дорожке. Ну, я бы здесь с вами подпорил, потому что мне кажется, просто вокруг вас есть люди из шоу-бизнеса, люди из богемы, которые таковы. Нет, нет, начальство крупное, и олигархи все хотят быть артистами, и в свободное от олигархической работы время снимают клипы, снимаются в клипах, и наряжаются, и готовят стихи, волнуются, забывают слова, потеют, и хотят быть артистами. Надевают парики, примеривают какие-то костюмы. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.